У вас прочитал вопрос ваш и ответы коллег прочитал тоже на момент записи данного ответа у вас было два комментария И в этих комментариях были высказаны правильные мысли, но я хотел бы немножечко о другом поговорить Может быть вам это скажут, пока я записываю ответ, так бывает иногда, но тем не менее А вот вы говорили, что я столкнулась с ситуацией в работе в коллективе, что одна сотрудница со мной не даровывает И далее вы описываете ситуацию, что вот, значит, приходите на работу, она уже в рабочем месте, я здороваюсь, в ответ тишина И, соответственно, больше никого в кабинете нет, и я в итоге перестал здороваться Ну, в принципе, само по себе это неправильно, потому что вы здороваетесь не для нее, а для себя То есть вы здороваетесь просто потому, что это верно Просто потому, что так правильно И если человек невоспитанный, то это не значит, что с ним нужно вести себя невоспитанным Это первое Ну, это на самом деле не главное Потому что по большому счету, здороваться вам или нет, это ваше право Момент здесь в другом Значит, во-первых, должна вам ничего не говорить Вы не раскрываете здесь, так сказать, подробности Например, было ли так всегда? Или это началось после какого-то эпизода в вашей жизни Например А непонятно Как бы вот причина такого отношения Вы не говорите, как вы с этой коллегой познакомились Вы не говорите, как у вас развивались отношения Было ли когда-то, когда-то по-другому Или не было никогда, по-другому, по-другому То есть так вот было всегда Что она с самого начала вас не влюбила И с самого начала перестала с самой стороны здороваться Даже не здоровалась вообще То есть здесь вопрос, который нужно прояснить Это вопрос такой Кто первый пришел на работу Именно устроился на работу Кто первый И, соответственно, кто выступал инициатором Более опытным сотрудникам И вот исходя из этого Исходя из разбора вот этой вот ситуации Уже Уже можно будет делать выводы о том, что произошло То есть Либо вы что-то сделали Не так, неправильно, что ей не понравилось Либо она Вот Дальше А на счет Вы пишете Однажды я позвонила по телефону И она побежала с вашей тралфеткой Вытирать трубку Ну, человек считает вас грязным По каким-то причинам Человек Человек считает вас Грязным Человек считает вас Наверное Не чистоплотным Получается Человек считает вас не чистоплотным И В общем-то Это Довольно-таки Уже Серьезная Претензия К вам У Человек То есть Почему он Считает Например Вас Не чистоплотным Ну вот Что заставляет Его Так О вас Думать Например Почему Ага Вы же Вы же Я так Понимаю Не являетесь Какой-то Грязнули Там И так далее А человек Считает вас Н чистоплотным И Либо Эта Его Брязливость К вам Вообще Так Так Проявляется И Тогда С этим Уже Вам Мало Что Можно Поделать Ну просто Потому Опять же Что Ситуация Здесь Ситуация Здесь Волна По себе Такая Если Если У Человека Есть К вам К вам Брязливость Если У человека Есть К вам Вот это Вот Отторжение Такого Типа То Его Не изменить Но Другое Дело Что Оно Вызвано Чем И Оно Вызвано Я так Полагаю Каким-то Недовольством По отношению К вам То есть Есть Определенные Претензии К вам Опять же Со стороны Ее И здесь У меня К вам Пожалуй Главный Вопрос А Почему Вы С ней Не поговорите Вот просто Не поговорите С ней Не выведите Ее на разговор Скажите Вот Дорогая Там Допустим Наташа Вот Почему Ты со мной Так себя Ведешь Я тебя Семь-то Обидел Я Тебя Семь-то Задел Что Я Делаю Не так Давай Поговори Скажи Мне Пожалуйста Что Случилось Потому Что Чтобы Этого И Чтобы Это Не Было Я Чтобы Это Ни Было Я Не Хотел Тебя Обязать Например И Соответственно Если Человек Идет На Контакт Если Человек Как-то Отвечает Вам В Доимности Отвечает Вам Ну Претензиями Да То есть Вы Сказываете Претензии И Вы Это Обсуждаете То С этим Человеком Можно Налазить Связь Можно Налазить Контакт И Вы Переживали Действительно Обоснованно Потому Что Ну Оно 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 Такое Оно Оно Такое Что Человека Действительно Обидел Чем-то И Это Неприятно Ну Так Быть Не Должно Нам Нельзя Обязать Человека Если Же Человек Не Идет На Контакт И Говорит Что Хорошо Вы Правили Задать Ему Вопрос Если Все Хорошо Почему Ты Со Мнездоровый И И Далее То Как-то Его Позиция Понят Если Вы Увидите Что Эта Позиция Не Предполагает Выход На Контакт С Вами То Это Не Важная Проблема Это Проблема Человек И Переживая О Ней Вы Переживаете Что Это Своё Вообще Не Связан С Этой Коллегой То Что То Вас В Поведении Коллеги Задевает И Это Что Заставляет Надо Переживать Если Если На Место Коллеги Была 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 Другая Женщина Другой Человек То Вы Были И С Преживали Делан Коллеги О Как Вы Сами Воспринимаете Ситуацию И Какие Мысли О Себе Она У Вас Вы 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 И Вот С Этим Уже Можно И Нужно Работать Потому Что Ситуации В Коллективах Бывают Разными В Группах Точнее Бывают Разные И Не Всегда Неприятные И Желательно Чтобы Вы Четко Отделяли Одно От Другого Я имею Ввиду Чтобы Вы Четко Отделяли Когда Дело Касается Вас Например И Когда Дело Касается Там Другого Человека И К Вам Отношений Не Имеют Но Для Того Чтобы Проводить Подобные Разграничения Нужно Чтобы Вы Сами Для Этого Обладали Средствами Чтобы Вы Могли Обеспечить Подобную И Вот Я думаю Что Над Этими Средствами Над Средствами Обеспечения Главное Стоит Подумать И Если Не Получится Например Самостоятельно Эти Средства Обеспечения Получить Сформировать Использовать То Тогда 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 Конечно Можно Уже Будем Говорить Обом С Вам На Помощь Психолога На этом Все Надеюсь Что Помог Вам Если Какие-то Вопросы Дополнительные У Вас Отстались Пишите В личку Я Помогу Если Понравился Мой Ответ Буду Благодарен Если Сделаете Его Лучшим Желаю Вам Всего Самого Доброго И Удачи Доброго